Добрый день, меня зовут Сагреев Станислав. Я хочу рассказать свою историю, как я начал продюсировать онлайн-школы. Это произошло в прошлом году. Я, насколько помню, в сентябре я был на трансформации в Олимпийском, где выступал Юрченко Дмитрий и Сергей Капустин. У меня идея сама онлайн-обучения и онлайн-школы была уже давно. Уже несколько лет я думал, здорово было бы перейти в интернет, в онлайн. Но я просто не знал, с какого сбоку подойти, как это все начать делать и какие шаги нужно для этого сделать. Хотя мысли были давно уже. И вот когда я на конференции послушал, посмотрел, я, в принципе, практически сразу же решил. Многие говорят, что надо было посмотреть вебинары, запись вебинара. Я, если честно, не смотрел. Я просто отправил заявку на узнать там тарифы какие и так далее. Со мной связались и я выбрал тариф. Тариф я выбрал минимальный. И начал обучение с октября прошлого года. Я создал клуб развития и в настоящее время я развиваю клуб развития. Это клуб предпринимателей, а также тех, кто хочет стать предпринимателем. Задача клуба такая, что там есть... Это не только онлайн-школа. То есть там есть онлайн-уроки, начиная по таргету, как правильно настроить там таргетированную рекламу, как позиционироваться в Инстаграм, как раскручивать там обработку фотографий и так далее. И вот этот блок по Инстаграму, практически весь он там есть. Как создать магазин в Инстаграм, как оформлять доставку, как правильно юридически оформить документы и даже такой блок, как создать удаленный отдел продаж. То есть и вот это вот в настоящее время я развиваю. Так. Меня попросили рассказать также и про таргет. И я думаю, что я вот продемонстрирую это сейчас на базе чек-листа, который я готовил для своего вебинара по Инстаграму. Даже тот, кто не дает рекламу, не использует возможности Инстаграма, вы должны понять, насколько колоссальный потенциал в таргетированной рекламе. Через таргетированную рекламу можно делать практически все, приводить клиентов на любой видов, из видов бизнеса. Это не только онлайн-школы, но даже продажи строительных материалов, фитнес и так далее. И когда я вот ходил на, общался со многими предпринимателями, у многих была боль такая, что они платят таргетологу деньги, но жалуются, что деньги сливают, и не понять, куда сливаются деньги, и не видят результата. Говорят, таргетированная реклама не работает. Я хочу вам показать чек-лист, по которому вы можете хотя бы понять, оценить своего таргетолога и оценить себя, что вы знаете, что правильно, что нет, где есть потенциал для развития. Итак, вот чек-лист проверки настройки таргета. Проверьте себя. Ну, во-первых, нужно понять, понимает ли ваш таргетолог цель собственника бизнеса. Почему? Потому что я столкнулся с тем, что зачастую, если спросить таргетолога, для чего дают рекламу, могут объяснить, что нужно привести, получить больше охватов или больше кликов, по баннеру, например, трафик больше привести и так далее. И зачастую, как бы, они даже не понимают, что собственнику бизнеса, в первую очередь, нужны продажи. То есть вся реклама должна нацелена быть на продажу. Поэтому вы у своего таргетолога можете спросить, вообще понимает он, для чего настраивает рекламу и какая цель. Просто недавно вот я тоже общался с девушкой, у нее онлайн-школа, она обучает стилистов. Она столкнулась с тем, что, ну, когда я проводила вебинар, там очень много пришло людей, в принципе, дешевых, но с Казахстана, с Украины, с Белоруссии. А данный вебинар не совсем был подготовлен именно под эту группу людей. Там не была привязана оплата для международных оплат, прием оплаты. И они представляли рассрочку от Тинькофф Банка. То есть через Тинькофф Банк тоже рассрочку, например, там для Казахстана, Узбекистана, Украины, там нельзя получить. То есть есть разные такие вот нюансы. Поэтому, если вы с таргетологом работаете, обязательно донесите свою цель. Кто ваша целевая аудитория, какой регион и кто вам нужен. Второе. Подготовлен ваш аккаунт. Ну, здесь речь идет про аккаунт в Facebook. Это бизнес-менеджер. То есть нужно работать именно от бизнес-аккаунта в Facebook. То есть, естественно, нужно настраивать рекламу не через Instagram, через кнопку «Продвигай». А полноценно это нужно делать через Facebook, через бизнес-менеджер. Предоставили безопасные полномочия администратору к таргетологу. Столкнуться с тем, что очень многие предприниматели просто дают пароли от своего Facebook, и таргетологи настраивают рекламу уже с этого канала. Здесь, конечно, риски очень большие от того, что, ну, во-первых, и страницу можно в Facebook потерять. Это очень опасно тем, что... Ну, Facebook достаточно сильно следит за безопасностью, за действиями, которые там, ну, рекламируются и так далее. И в Facebook-аккаунте очень важно подключать обязательно свои кредитные карты, чтобы именно на вас были оформлены все данные, страницы. То есть большая рекомендация с Facebook не шутить. И там есть разные лайфхаки, вот, ну, зачастую слышу. Но, как практика показывает, лучше эти всякие лайфхаки не использовать, и все работает только как положено. Обязательно все, чтобы было правильно. Потому что все в какой-то период проверяется. Если вдруг будут выявлены, что какие-то уловки, то потом Facebook очень может сильно наказать, забанить, и больше уже рекламы не сможете давать никакую. Также вот установили ограничение лимитов компании аккаунтов. Недавно тоже общались с предпринимателями, и был такой пример, что потратили за ночь 300 тысяч рублей на неработающий сайт. То есть и деньги списались, 300 тысяч с карты, и поэтому таргетолог настраивал, произошла ошибка, забыли отключить вовремя рекламную кампанию. Такой косяк, 300 тысяч просто влетели от трубу. Из моих рекомендаций, это лучше привязывать отдельную банковскую карту, а не основную, ту, на которой у вас, например, деньги находятся. Лучше, чтобы это была отдельная карта, и ее привязывайте к рекламному кабинету. Так вы, по крайней мере, обезопасите себя от больших списаний. Также там в настройках компании можно устанавливать лимиты, то есть обязательно поставьте лимиты, пускай там небольшие, пускай вы там можете установить через достижение каких сумм будут у вас списываться деньги. 5 тысяч, 10 тысяч, там, например, 50 тысяч или больше. Поэтому поставьте небольшую сумму, чтобы вы понимали, что деньги списались, чтобы не попасть на 300 тысяч, по крайней мере, поставьте хотя бы там 30 тысяч рублей лимит. Так, определили ли вы маркетинговую воронку продаж? Тоже очень интересно. Что я вот увидел? Зачастую просто трафик, ну, бюджеты расходуются на, например, на одну какую-то компанию. В чем, ну, вот я как вижу боль. В том, что предприниматель зачастую не понимает в таргетированной рекламе и там в маркетинговой воронке продаж, нанимают таргетолога и зачастую таргетологов меняют. Я просто слышал такие примеры. Вот, поработал один таргетолог месяц, нанял второго таргетолога месяц, толку нету, нанял третьего таргетолога, толку нету. Ну, понятно, что возможно, что там таргетологи неправильные были и так далее. Но нужно понимать тоже, что вот таргетолог, когда он погружается в ваши рекламные компании, когда он, ну, начинает разбираться, а нужно время какое-то, чтобы получить какой-то эффект. Поэтому, ну, чем больше ты в этой компании разбираешься, видишь результаты компании, конечно же, лучшие результаты со временем уже видно. Разница в том, что таргетолог должен понимать основную цель собственника бизнеса, это вот как раз про продажи, и делать не так, чтобы у вас, например, были как можно дешевле лиды, например, и делать акцент на этом, что вот у вас регистрация там по 15 рублей. Может быть, регистрации у вас, например, в онлайн-школу будут по 150 рублей, но продажи, например, конверсия в продажу, у вас будет уже с этих, которые более дорогие, значительно выше, чем по 15 рублей. Поэтому нужно смотреть и оптимизировать. Что я еще увидел? То, что многие таргетологи, они, ну, как таковую воронку в продаж не выстраивают. То есть, например, идет холодный трафик, настроена реклама, а, например, ретаргет, либо ретаргет по продуктам, по отдельным, практически не настраивает. То есть, воронка продаж, она подразумевает, что сперва собирается весь, например, трафик холодный, и затем он должен подогреваться и приводить к продажам. Даже если люди пришли на вебинар, вы можете, ну, путем простых действий все это выстроить. То есть, я что рекомендую? Во-первых, так, ну, я дальше там еще буду рассказывать. Обязательно поставить пиксели. То есть, просто многие, даже я общался, некоторые даже не используют пиксели. То есть, пиксели обязательно в Facebook можно установить на сайт, пиксели в ВКонтакте. То есть, даже тот трафик, который вы собираете из Instagram, из Facebook, также вы можете на этих людей таргетироваться автоматически и ВКонтакте. Это очень удобно, поэтому, ну, прям рекомендую это делать. Есть такое мнение, что, чтобы получить, сделать продажу, нужно, ну, коснуться клиента до 7 раз. Поэтому, чем больше касаний у вас произойдет с клиентом, реклама, баннеры, там, письма, вебинары, тем больше шансов на то, что у вас продажи все-таки будут. Так, есть понимание и защита от бана. То есть, бан, ну, от чего банят? Во-первых, если реклама противоречит правилам Facebook, также, если вы используете какие-то лайфхаки, которые, ну, на рынке иногда говорят, там, некоторые эксперты озвучивают их, но они противоречат правилам Facebook. Либо товары какие-то, например, рекламируете запрещенные, либо услуги. Если забанят, то и забанят, если вы, тем более, рекламу ввели от личного аккаунта, а не от бизнес-аккаунта, вы уже не сможете создать бизнес-аккаунт. Поэтому, вот, конечно же, нужно создавать бизнес-аккаунт и уже рекламу ввести от него. И в бизнес-аккаунте создавать несколько рекламных кабинетов. Так вы хоть и обезопасите себя и подстрахуете. Введете страницу в Facebook. То есть, нужно обязательно, конечно, ввести страницу. Даже если вы через Instagram просто введете, для подтверждения вашей деятельности Facebook все-таки хочет видеть, что вы страницу в Facebook ведете. Понимаете цель использования охватов, трафика, конверсии. То есть, ну вот с чем я столкнулся тоже. Иногда просят помочь настроить рекламную кампанию. Вот, например, там настраивали по магазину цветов. Небольшой город. И там резко продажи пошли вверх. Хотя было вроде бы минимально там, что сделано, но сразу продажи пошли вверх. Затем там попросили, там SMM-щика сменили и передали компании ввести там Instagram и таргетированную рекламу. Через несколько месяцев все-таки меня попросили заново ввести, настроить рекламу и ввести, потому что все продажи почему-то снизили. Когда я посмотрел, как там настроено в целом, ну, было хорошо настроено, но продажи упали. Почему? Потому что не было понимания в целом, ну, на мой взгляд, что город небольшой и настраивать трафик и конверсии нецелесообразно при определенных бюджетах. То есть там бюджеты были достаточно большие, ну, такие средние бюджеты. И в данном случае просто нужно было как можно больше делать охвата и настраивать, конечно же, ретаргет. Все это восстановили, сделали и сразу же опять продажи пошли вверх. Поэтому не обязательно все усложнять. Зачастую то, что проще, лучше работает. Так, настраивайте объявления отдельно под каждую аудиторию. Да, проверьте своего таргетолога, как у вас настроена реклама. Конечно же, если вы делаете обращение непосредственно, например, там, к женщине, например, да еще, например, к бухгалтеру, да, например, там, ты бухгалтер, да, хочешь там, ну, сменить там работу, хочешь начать заниматься фотографией, это будет в разы выше конверсия, чем просто, например, там, какая-то общая, общая УТП. Так же для мужчин, то есть, например, что подарить девушке, чтобы, ну, ваш вечер, так сказать, удался. Разные УТП можно там готовить. Ну, то есть, когда вы обращаетесь в рекламном объявлении непосредственно к вашей ЦА, конверсия становится в разы выше. Так, поэтому под каждую аудиторию нужно составлять свой креатив, свои объявления. Так же, вот, проверьте, настроены тексты креативов и УТП. То есть, с чем столкнулся я? То, что вот, ну, когда я проверял, как, ну, настроена реклама через компании, которые занимаются СММ, зачастую это буквально, там, одно, два, три каких-то рекламных объявлений, видео, и на них крутится. Конечно же, в этом случае результаты обычно хуже. Почему? Потому что вы не, ну, не понимаете, какое УТП лучше сработало, какая фотография лучше работает и так далее. Поэтому нужно делать, создавать много объявлений. Много объявлений, ну, я обычно делаю, там, порядка 20 объявлений с разными УТП, с разными текстами. И уже Facebook сам, там очень умная машина, сам уже подбирает объявления, которые лучше подойдут для данной аудитории. И затем Facebook может просто определять, что более интересно это объявление, и сам будет продвигать данные объявления. Те объявления, которые очень плохо смотрят, там, кликают по ним, просто их нужно выключать и все. Но запускать нужно много объявлений. Также, ну, какая рекомендация? Это по рекламной кампании настраивать отдельно под каждую аудиторию отдельно. То есть, ну, хотя бы разделить на несколько аудиторий. Там, женщины, там, возраст определенный, мужчины, возраст определенный, по городам, например, города Москва, там, отдельно Санкт-Петербург, можно какие-то еще города, миллионники выделить. Так, конечно, эта результативность будет выше. Потому что в разных регионах, во-первых, для онлайн-школ тоже, если вебинар у вас на 8 вечера по Москве, то рекламировать на 8 вечера по Москве на восток, на дальний, когда там уже сколько, уже часа 4 ночи будет, ну, наверное, нет смысла. То есть Дальний Восток лучше все-таки приглашать на вебинары, которые будут проходить часа в 12, в час, в 2 дня по Москве. Так, настроены тексты, креативов и ТП. Так, рассказали. Использовать сусужение аудитории по интересам. То есть там в рекламных кабинетах очень большой функционал, и это все можно делать, использовать. В интересы. То есть в одном рекламном объявлении не нужно собирать много разных интересов, которые могут противоречить друг другу. Например, если вы выбираете аудиторию, например, там, родители с детьми, например, там, 2-4 года, то в эту аудиторию не нужно, например, ставить по интересам фитнес, который занимается, или, например, которые интересуются покупками ювелиральных украшений или еще чего-то. То есть не надо смешивать вот эти аудитории в одной рекламной компании, потому что вы не поймете все-таки, кто у вас клик и кто покупает. это родители или же это те, кто, например, любит, предпочитает покупки осуществлять. Лучше все это разделять по интересам и создавать отдельные рекламные компании. Так вы сможете проанализировать и уже на них делать акцент. Так, сохраняйте аудиторию для ретаргета. Обязательно, конечно, нужно сохранять. Вот я рассказал, что обязательно создайте пиксель, установите его на сайты и сохраняйте аудиторию. Также вы там можете сделать градации, кто посетил определенные страницы, например, кто интересовался, например, если интернет-магазин, грубо говоря, газонокосилками, а кто интересовался, например, удочками. То есть для этих аудиторий отдельно настраивать ретаргет. не используйте домен третьего уровня. То есть, например, тоже иногда встречается реклама, когда домен, например, тильда, там, онлайн шоп такой-то. В данном случае Facebook может пропустить рекламу, но ваша реклама будет стоить значительно дороже, чем если вы только на свой домен даете рекламу. Потому что данный домен третьего уровня, особенно он общий и на нем очень много людей находятся и создают сайты. и Facebook понимает, что там достаточно подозрительный аккаунт. Если вы рекламируете свой домен, который на вас оформлен, то доверие Facebook вырастает и у вас будет реклама значительно дешевле обходиться. Просто я видел также рекламу некоторых онлайн-школ, которые созданы на Тильде, и домен Тильде рекламируется. Конечно же, это все дороже выходит. Работайте над повышением траста аккаунта. То есть это как раз про доверие аккаунта. А также есть такое понятие траст аккаунт. Это когда, например, если у вас регулярно ведутся рекламные кампании, доверие Facebook к вашему аккаунту, бизнес-аккаунту возрастает, если у вас высокая сетя, если нету жалоб и так далее, то для вас реклама обходится дешевле. То есть Facebook понимает, что это хороший клиент и снижает стоимость для вас рекламы. Так, построен у вас путь клиента. То есть в чем он состоит? Первое, это привлечение, то есть когда работаем с холодной аудиторией. Второе, утепление, вовлекаем пришедших. Третье, продажа, продаем тем, кого вовлекли. И четвертое, доведение до продажи, продаем тем, кто еще не купил. Не смешивайте холодную и теплую аудиторию в рекламных кампаниях. кстати, я вот еще забыл сказать, что также, что касается онлайн-школ, вы можете установить даже на Bizon ну, во-первых, Яндекс.Метрики с простановкой целей, а во-вторых, пиксели. То есть и настраивать, например, ретаргет только на тех, кто уже посмотрел ваш вебинар. Для вас это будет, ну, вообще на ретаргет стоимость показов ну, снижается там в сто раз. Вам не надо уже создавать, показывать всему, например, всей аудитории, только тем, кто уже смотрел. То есть уже те, кто теплая аудитория, поэтому обязательно используйте ретаргет. Так, что еще? Разделена ли реклама по плейсментам? То есть плейсменты это что такое? Это вы можете показывать в Фейсбуке, в Инстаграм, в приложениях Фейсбука. Также вы понимаете преимущество рекламы в сторис, в ленте. Вы можете разделять, где будет реклама показываться и смотреть. По моим наблюдениям, что во-первых, дешевле показывается сторис и зачастую эффективнее. То есть по нашей аналитике получается сторис более интересный. поэтому нужно пробовать, тестить. Можно настраивать и ленту, и сторис и посмотреть, что дает вам лучшие результаты. Как говорят, все нужно тестить. Но вы должны понимать, в чем преимущество и немножко разница. Во-первых, может быть, вы видели такие рекламные объявления, что реклама идет, в комментариях рекламного объявления там всякое пишут, там разные гадости. И если не отслеживают эти комментарии в этом рекламном объявлении, что там запущено рекламодателю, он может быть даже не знает, что там у него хейтеры, например, там пишут антирекламу наоборот. И та реклама, которая вроде бы должна делать благое дело, она создает наоборот противоположное. То есть там могут писать, что все это чушь, не работает, там и так далее, высказывать свое мнение, либо даже рекламировать совершенно других людей. То есть я встречал даже такое. Поэтому если вы рекламируете в ленте, создаете рекламное объявление, то обращайте внимание, удаляйте комментарии чужие и постоянно следите за этим рекламным объявлением. Иначе вам получится не реклама, а антиреклама. И вы просто не будете понимать, куда у вас сливаются деньги. В сторис такого нет, то есть там в сторисе комментарии никто не напишет, ну просто если вы какую-то школу, аннешколу рекламируете и в ленте там вам могут написать чего только иногда не прочитаешь. В сторисе комментариев нету и здесь легче в том, что не надо отслеживать ничего, настроил, запустил и все. На мой взгляд сторис очень интересно и у нас очень хорошие результаты по сторисам. Так, настраивайте отдельно рекламу на владельцев iOS и отдельно на Android. то есть вы через рекламный кабинет Facebook все это можете настроить и тестировать. Может оказаться так, что например когда вы привели только владельцев iPhone на свой мастер-класс еще если сделали там выборку что часто путешествующие например еще и проживающие в определенных местах то есть если вы определили если у вас платежеспособная аудитория должна быть и на них правильно отнастроили рекламу то даже если вам лид обошелся дороже возможно что продаж вы сделаете больше. Это нужно тестировать тоже но как вариант то есть знаете что есть такой функционал можете наоборот если вы вам нужно дешевле лиды то можете просто поставить только на андроид то есть там скорее всего вам лиды обойдутся дешевле и вы можете привести более дешевые дешевле лиды так понимаете для чего необходимо делать промоутирование постов то есть это вообще про аккаунт инстаграм вот когда я стал заниматься по автошколе когда в апреле пригласили у эксперта было всего 680 человек в инстаграм аккаунте через месяц это уже было тысяча с лишним человек но смысл в том что все равно когда клиенты приходят и смотрят инстаграм и в нем например там 600 человек они воспринимают это ну так себе какой бы ни был хороший эксперт все воспринимается очень непонятно поэтому конечно же должен ваш аккаунт вызывать доверие но в настоящее время уже например по автошколе там у эксперта 90 тысяч человек и это выглядит совершенно по-другому во-первых когда люди приходят и видят что большой аккаунт много подписчиков это создается сразу же доверие промоутирование постов то есть для чего оно для того чтобы если например у вас во-первых в аккаунте там лайков мало мало охватов просто вы можете промоутировать чтобы не использовать массфоллоуинг потому что массфоллоуинг сейчас очень многие жалуются что инстаграм блокируют наказывают там и так далее в теневой бан ставят используйте таргет по геоточкам например кто-то не использует геоточки но на самом деле это же колоссальный потенциал вы можете например использовать ту простую например школу таргетировать на родителей которые в эти школы ходят где вы можете поставить по геоточке например там по магазинам икея просто определите кто ваша целевая аудитория чем она интересуется что предпочитает и где она может находиться может быть какие-то конференц-залы может быть какие-то отели какие-то районы и так далее так далее используйте вы таргет по аудитории lookalike lookalike это аудитория похожа вы ее можете создать загрузив ваши контакты например те уже кто у вас что-то покупал например там e-mail и телефоны и на эту аудиторию таргетироваться также по этой аудитории вы можете создать lookalike то есть похожую аудиторию это когда фейсбук определяет что например ваша аудитория те телефоны которые вы загрузили и по интересам по характеристикам подбирают похожую аудиторию но я хочу сказать что для онлайн школ lookalike ноут из моего опыта лучше всего работает так используйте таргет по созданным аудиториям интересы возраст язык ну да то есть конечно же нужно по интересам выставлять особенно когда вы выбираете холодную аудиторию только по возрасту нужно разделять все компании по возрасту ну хотя бы сделайте там группу 3 и обязательно проставляете язык то есть если у вас только русская аудитория например русскоговорящие нужны то незачем показывать деньги на иностранцев таким образом вы сбережете бюджет так используйте таргет по посетителям вашей странице в инстаграм тоже просто недавно настраивал таргетированную рекламу и у меня молодой человек спросил вот у него начали клиент обращаться те которые покупали там у него там несколько месяцев назад я объяснил что да я настроил ретаргет он с удивлением поинтересовался я жену не давал контакта вам телефоны тех кто там покупал объяснил что на самом деле это все просто то есть я настроил ретаргет на посетителей страницы инстаграм то есть на тех кто приходил несколько месяцев назад инстаграм на них показали рекламу конечно же такая реклама обойдется вам в разы дешевле так используйте таргет на тех кому нравится ваша страница фейсбук то есть если фейсбук продвигаете то используйте такой же функционал используйте возможности настройки таргета по времени но я вот уже говорил что обязательно для онлайн школ рекомендация разделять по часовым поясам там Калининград отделяйте отделяйте Владивосток и так далее то есть лучше сделайте несколько на бизоне комнат по времени отдельных например там на 2 часа дня на 8 вечера на утро например для каких-то регионов так также вот ретаргет используйте вы на тех кто зашел на вашу страницу ретаргет на посетители страницы благодарности то есть вы можете выделить отдельно кто уже тех не только на посетители вашей страницы когда вы рекламируете онлайн школу на посадочную страницу но выделить отдельно ретаргет только на тех кто уже зарегистрировался и на посетители только страницы благодарности настраивать рекламу конечно же это у вас уже целевой лид, и например, вы ему можете напомнить, если даже он не пришел на вебинар, то только им показать. Ретаргет на вашу базу клиентов, то есть обязательно, конечно, сохраняйте базу клиентов, e-mail, телефоны и настраивайте на них. Ретаргет на тех, кто смотрел вашу рекламу, ретаргет на тех, кто отправлял сообщения, ретаргет на тех, кто сохранял ваши посты отдельно, ретаргет на тех, кто смотрел ваши видео. То есть функционал достаточно большой, и все это позволяет вам экономить бюджеты. Можете проверить себя, либо таргетолога, то есть используйте вы лид форма. В некоторых случаях лид форма хорошо работает, но все-таки у нас для онлайн-школы они работали не столь эффективно. Но для некоторых услуг лид формы в целом могут очень хорошо работать. Так, используйте пиксель фейсбук, пиксель вконтакте, я уже про это сказал, это просто must have, это обязательно. То есть у вас на сайте должно быть все это настроено. Делайте сужение аудитории, то есть я уже говорил, что вы, например, можете по интересам выбирать и сужать аудитории. Исключайте с показа сохраненной аудитории. То есть это когда, например, у вас уже есть какие-то аудитории, посетители, вы можете обязательно исключайте, то есть чтобы ваша реклама, например, настроена на теплую аудиторию, на тех, кто уже приходил на ваш вебинар, кто смотрел, например, и когда вы адресуете для них какое-то рекламное объявление, обязательно эту аудиторию исключайте из той аудитории, которую, ну, когда вы показываете на холодную аудиторию, чтобы не показывать какие-то рекламные объявления, не соответствующие тому, что хотите донести до этих людей. Поэтому лишние аудитории исключайте, если вы не хотите. Так, используйте Яндекс.Метрику, Google Аналитику. Ну, это, естественно, тоже необходимо, просто потому что без Аналитики вы не поймете, кто к вам приходит. Также там есть, например, WebVisor, через который вы сможете посмотреть, что вообще происходит с вашим сайтом, куда кликают клиенты, на какой странице выходят, что смотрят, как прокручивают, прям движение мышек, можете посмотреть. Поэтому это, конечно же, нужно смотреть, чтобы понимать. Так, используйте мобильный сайт для Instagram Toplink. Toplink это специально созданный сайт для мобильных, ну, в первую очередь для Instagram и очень удобный. Конечно же, я всем рекомендую его использовать. Почему? В Toplink вы можете поставить не одну ссылку, как в Instagram, в простом аккаунте, а ставьте ссылку на Toplink и уже в Toplink размещайте ссылки, например, на ваш мастер-класс, на один, подключайте разные мессенджеры, там, Telegram, ВКонтакте, WhatsApp и так далее. Вы можете там ставить в Toplink и прям создать это как отдельный сайт, там можете принимать заявки, можете подключить CRM-систему, можете подключить Яндекс.Аналитику, Google.Аналитику и прям смотреть, кто заходит вам в Instagram аккаунт, кто заходит в Toplink, кто смотрит в вашей странице, какая конверсия у вас получается и вы можете настроить ретаргет на тех, кто зашел в Toplink, например, и посмотрел страницы. Также в Toplink огромный функционал, там, включая прием оплат, подключение товаров, то есть там можно создать, ну, простой, но полноценный интернет-магазин. Так, ну вот что, если у вас возникло больше вопросов, чем ответов, рекомендуем изучить функционал и возможность таргетированной рекламы. Настраивать рекламу могут и таргетологи, но вы должны понимать, куда уходят ваши деньги. Поэтому я рекомендую хотя бы поверхностно каждому предпринимателю изучить функционал таргетированной рекламы. Скидка 10% для создания мобильного сайта. Он у меня есть в Instagram аккаунте, если зайдете, Toplink, InVy2000, и промокод Promos10. То есть, по этому промокоду вы получите скидку 10%. Если есть вопросы и пожелания какие-то, можете написать мне в Instagram с Агдеев Станислав. Для зрителей подарок с нашей стороны. Кто хочет пройти обучение по Instagram до предпринимателя в течение ближайшего месяца. Так, давайте промокод будет. Давайте такой же промокод оставим, как у нас в Toplinkе. Promos10. Но по этому промокоду мы скидку дадим 30%. Будем рады всех видеть и заходите на наш сайт развитие.клуб. Будем рады видеть вас в нашем клубе Клуба предпринимателей. Клубы Клуб Продолжение следует...